Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как прощать. Прощать, чтобы менять себя. Итак, каждый родившийся человек, и дожившийся хотя бы до пятилетнего возраста, обязательно в своей жизни будет на кого-либо обижаться, или его кто-либо обидит, и у него возникнут тяжестные, тягостные состояния духовных переживаний из-за этого, из-за несправедливости. И поэтому прощение, оно встречается на протяжении жизни многократно, и мы притыкаемся. Не всегда мы вовремя прощаем, а иногда люди вообще не хотят кого-либо прощать. И поэтому Иисус Христос, Бог воплотивившийся на землю, чтобы спасти нас от грехов наших через свою пролитую кровь и наше покаяние, Он призывает прощать. И кого же призывает прощать Иисус? Родных, близких, или может быть соседей, а может быть только родители, которые чаще всего приносят обиды в жизнь человека, может быть просто посторонних, нет, врагов даже, Он призывает прощать всех. Это очень важно, ибо Он говорит, если вы не будете прощать, то и Отец Небесный не простит вас. Это сказано в Евангелии от Матвея, в 6 главе, 14 стихом. И у Матвея в Евангелии есть дальше продолжение на эту тему, это 18 глава, 21 стихом. И там Петр спрашивает Иисуса Христа, «Сколько раз прощать мне брата, моего согрешившего против меня? До семи ли раз?» И Иисус отвечает ему, не до семи, но до 77 раз. То есть прощать надо всегда, потому что человек освобождает прежде всего себя от пут, в который он попадает в духовном мире. И двери духовного мира открываются, и враг имеет доступ к сердцу, к разуму и душе этого человека, если он не будет прощать. И поэтому оставаться продолжительное время в состоянии непрощения, это разрушение самого себя. Это разрушение своей будущей жизни. Это разрушение своей семьи, своего дома, своих детей, внуков. И поэтому очень важно вовремя осознать, что Бог повелевает прощать. Другое дело, что после прощения вы не исправляете того человека. Его будет исправлять только Бог, если он сам, тот человек, захочет этого исправления. Итак, если вы постоянно прощаете одного и того же человека, а человек не меняется, возможно, нужно отойти от этого человека. Не пересекаться с ним, даже если вы близкие, даже если вы родственники. И многие люди, скажем, измены регулярные, и человек прощает один раз, второй раз, третий раз, но это не может быть постоянно. И поэтому человек после прощения, он должен осознать свою вину и исправиться. Если он этого не делает, значит другому человеку, который прощает, надо отойти от него и просто не испытывать самого себя регулярными вот такими искушениями и проявлениями недоброжелательности в своей жизни. И кого призывает Иисус Христос прощать, мы уже сказали, а Бог призывает прощать нас не просто, а искренне. Мы не можем просто сказать, да, я простил тебя, ладно. Хотя это, этим людям тяжело сделать. Но надо действительно один раз, простив, больше человеку об этом никогда не напоминать. Но если вы напомните, значит вы не простили. Если в вашем сознании опять всплывает эта обида, эта несправедливость, вы не простили. И поэтому мы прощаем прежде всего для себя. Ибо Бог, Он сможет без этого прожить. Он вечный, Он не нуждается в этом. А вот мы не сможем. И поэтому наша задача вовремя прощать и кровь Иисуса Христа, Которая до сегодняшнего дня продолжает течь из Его ладоней пронзенных и Его ног, Она дает нам эту возможность получить прощение не только у человека, но и у Бога Живого. И поэтому, я говорю, для каждого верующего человека очень важно знать, чтобы прощать и благословлять обижающих нас. Смотрите, это еще высшая ступень. Мы не просто должны простить человека, который причинил нам страдания. Мы должны еще, помолившись, благословить Его в устной форме. И тогда это уходит в духовный мир. И тогда у врага уже больше нет права укорять нас или пользоваться в духовном мире дверью, которую мы могли оставить незапертой. И эта незапертая дверь называется непрощение. Итак, прощать, чтобы менять себя, но не других. И если кто-то причинил, особенно близкие, может быть, родители, может быть, дети, может быть, братья, сестры, может быть, вас просто выгнали из дому, вы должны простить ради самих себя. И затем вы должны продолжать жить, наполняя свое сердце, разум и душу Божьей любовью и добром. И прежде всего, не только к себе, но и к тем, кто вас обижал. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.